Друзья, здравствуйте! Здравствуй, Елечка! Здравствуйте, друзья! Здравствуй, Алёмушка! Мы тут светимся, как новогодние лампочки. Одеваться некуда, потому что надо держать ответ. На нас тут, как говорится, всякого разного вылилось. Это, как говорится, сказал А, надо говорить Б, и мы сегодня и про Б, и про В, и ВГД, и азбуки Веди, есть добро, и всё расшифруем. С этого, конечно, начинается часть вторая, но будет ещё много чего, я так поняла. Дискусс будет у нас, диспут, и все остальные наши общения с нашими читателями, слушателями, подписчиками — это дело важное. Поэтому мы сегодня, правда, современно мыли часть 2, потому что, ух, как нам там хвост пытались поджарить, что вы тут и фигнёй занимаетесь, и агрессивная у вас реклама курса, на что меня, конечно, это умиляет, потому что, мои хорошие, что такое реклама? Давайте по нашим временам, да, это когда продукт ничего из себя не стоит, для того, чтобы как-то его продать, нужно из кожи вон вылезти, начать его, собственно, рекламировать, да, но, сами понимаете, мы с Юлией, она на своих ресурсах, да, свои там какие-то определённые там курсы, ретриты, продукты, которые она изготавливает, и без этого всё шло и идёт прекрасно, и то же самое на моей странице. Просто вы спрашивали всегда в открытом доступе, ну и на курсах, которые мы ведём, а что же, чем же мыться, что же делать, какой ваш взгляд на ситуацию? И как только мы открыли рот, на нас там посыпалось, мы просто рассказали о том, что мы чувствуем и знаем, о том, как у нас всё, но тут просто какой эгрегор мы затронули, то проснулись все, и кому только было не лень, поэтому сегодня, правда, современно умыли, часть 2. Юля, тебе как медику, человеку, который ручками свою дорогую прекрасную косметику замечательную производит, передаю сразу слово. Ведай и рассказывай. Да, друзья мои, я, конечно, очень удивилась таким комментарием, мне было странно это читать, так как, во-первых, мы вышли к вам рассказать вообще про общепринятое, продаваемое в системе мыло, и ни для кого не секрет, что оно небезопасно, мягко говоря. Я высказала своё мнение в отношении используемых, ненатуральных, опасных для жизни и здоровья ингредиентов, при том, что это не я придумала, есть ГОСТ, есть технические условия, которые вы все можете открыть, это официальные документы, где всё прописано чёрным побилом. Я немножечко этот вопрос, точнее, этот текст из технических условий к этому, к этой каустической студии я затрону, прочитаю. Я также сказала, что для моего тела мыло не подходит интуитивно, и чисто, да, то, что у меня тело реагирует нехорошо, мне это не нравится, поэтому я использую другие средства, которые я уже создала для себя, и, естественно, я их предлагаю с чистой совестью, я предлагаю людям, которые ко мне обращаются. Мне не стыдно за мой продукт, потому что он честный. Ну, нравится вам мыло из каустической соды, получаете удовольствие и результаты, да, в виде здоровой кожи, пожалуйста, берите и пользуйтесь. Я же вас не говорю, что это плохо, да, я просто высказала своё мнение в отношении конкретного ингредиента, токсического и опасного для здоровья, ещё раз подчёркиваю. Но сама я не буду этого делать, и я объяснила в открытом доступе, почему я этого не буду делать, потому что люди будут задавать вопросы, почему нет мыла на курсе «Естественная красота», и поэтому мне пришлось это рассказать в таком формате, в котором я это рассказала. Вернее, давай поправочку. Нет мыла общепринятого, но есть мыло, которое является настоящим. Вот мылом, которое будет приносить пользу вашей коже. Потому что я когда, Юля, список написала, чего она собирается людям рассказать, у меня глаза аж вот такие вот на полу лица были, потому что это драгоценность, потому что люди не знают, как это делать. И там несколько позиций про мыло, но только мыло не в современном понимании, где есть ингредиенты, основополагающие, которые всегда входят в состав мыла. Вот просто вот услышьте, на что мы пытаемся сказать. Услышьте, если вы там чего-то делаете, пожалуйста, делайте. Никто ничего вам не говорит. Вот этот момент услышьте, что сейчас вот какая-то борьба эгрегоров начинается, но это просто потому, что когда человек, он подключается к определённому эгрегору, он не может иначе действовать, он становится его адептом. А через адепта начинает, собственно говоря, агрессивничать эгрегор. Поэтому мы с миропониманием, мы-то с ощущением, что, в общем-то, ничего такого мы ещё и не сделали, не сказали, мы просто высказали, что всегда есть, услышьте, альтернатива. Мы сейчас говорим об альтернативе. И, Олечка, возвращаю тебе словно, потому что нужно было уточнение это внести, ну, чтобы было понятно вообще, о чём мы говорим. Да, друзья мои, те знания, которые мы с Аленой даём на курсе, это те знания, которые собирались по крупицам, они вырывались из системы, можно сказать, потом, кровью и болью, потому что те знания, которые мне пришли, они приходили через очень серьёзные испытания в отношении моего здоровья. Это, ну, я рассказывала про это, ни для кого не секрет. И тот концентрат информации, который мы выдаём, ну, брать его или не брать, это, конечно же, ваш выбор, да, ценность его. Для меня это очень ценная информация. Я его выдаю таким образом, как хотела бы, чтобы мне его в какой-то момент, да, дали. Я была бы счастлива, если мне эту информацию, выжим какую-то информацию, какое-то время назад выдали. Я делаю так, как я хотела бы, чтобы это сделали для меня. Вот, вопрос был ещё в отношении щёлока, да, то есть я говорила, что мыло с нуля из каустической соды я делать не буду. Чуть позже я объясню, почему, ещё раз объясню, почему. А вот в отношении щёлока, ну, пожалуйста, я считаю, что это вполне экологичный способ, если, конечно, для его приготовления не страдают живые существа. На щёлоке мыло я не варю по причине, что мне негде его делать. Возможно, когда-то у меня появится печь, и я смогу контролировать самостоятельный процесс, да, того, что сжигается там. И, возможно, я тоже буду делать мыло на щёлоке. Но на данный момент у меня такой возможности нет. И что-то придумывать, да, где-то брать щёлок, мне тоже возможности нет. Значит, по поводу составов, да, мылов. Пожалуйста, прочитайте составы мыла, которые вы можете купить, и вам всё станет понятно, насколько они опасны, и вам станет понятно, почему у людей кожа на руках, на теле начинает стягиваться, и потом требуется какое-то увлажнение. Все же помылись, потом чем-то увлажняются, да. Те же кремы на лицо, кремы на тело, всё равно требуется какое-то увлажнение. А почему, да, а почему такое? Почему мы не можем помыться с мылом и ничем потом другим не мазаться? Ну, значит, наверное, какое-то ощелачивающее воздействие всё-таки остаётся, а всё дело в pH, в водородном показателе. Понимаете, у нас кожа, она же как бы у неё жировая составляющая присутствует. А если у нас, ну, как бы тут не нужно быть химиком, да, чтобы в этом вопросе разбираться. Вот самый наш липидный слой, который должен быть. Это же из-за разряда, ну, эффективности работы нашего организма. Потому что, смотрите, конечно, почему говорят, во время болезни мы не моемся. Да, но не только потому, что там что-то, да, там можно простуду ещё больше загнать, когда ты на свежем, как говорится, воздухе, да, после баньки-то ещё после чего. Нет, некоторое время нужно перетерпеть, да, для того, чтобы барьер всё-таки включился, чтобы кожа, она же тоже включает вот эту симбиотическую связь с организмом полностью. Ну, или, как бы сказать, подключается как барьер для того, чтобы не пустить болезнь дальше или предотвратить, да, какие-то последствия болезни, чтобы там, естественно, токсины, всё, что отторгается, чтобы вот эти моменты, они сработали. Поэтому, конечно же, когда мы говорим о коже, это самый большой орган. Это неудивительно, да, что тебе говорят, не купайся. Если современным мылом, то, конечно, извините, ты помылся, ты сразу ещё больше заболел, да. Ну, очевидно, потому что уже даже на практике видно, как, что работает. Юлечка, возвращаю тебе слово. Да. Я вообще вам просто рассказываю про ингредиенты, про их пользу, про их токсичность, про последствия, которые могут наступить, если пользоваться такой косметикой. Мне лично это не подходит. Я по сей день продолжаю изучать множество вопросов, связанных с косметикой, бытовой химией, ну и, соответственно, питанием. Я не варю мыло с нуля, и я реально не собираюсь этого делать. И учить, тем более, никого этому не собираюсь. Потому что, чтобы сварить мыло с нуля, нужна каустическая сода. Каустик или едкий натрий по-другому, или едкая щёлочь, по-другому натрий-ОН или гидроокись натрия. Это всё название одного и того же вещества. Опять-таки, возвращаемся, что же это за вещество такое. Ну, вообще, давайте поговорим про мыло. Что такое вообще, в принципе, мыло? Мыло – это соли высших карбоновых кислот. Ну, так вообще, как бы это в химии. Химия нам объясняет и другие источники, где мы можем это прочитать. Мыло – это натриевые и калиевые соли высших карбоновых кислот, полученные в результате гидролиза жиров в щелочной среде. То есть, жиров в щелочной среде. Щёлочь в данном случае – это натрий-ОН, а жиры – это либо животные жиры в виде сала, либо это растительные какие-то жиры. Обычные мыло состоят главным образом из смеси пальмитиновой, стеариновой, алииновой кислот. А вот натриевые соли образуют твёрдые масла, а калиевые соли – жидкие масла. И вот на этикетке в составе мыла мы можем вот эти обозначения видеть в виде натриевые соли жирных кислот, калиевые соли жирных кислот, натриевые либо калиевые соли карбоновых кислот, ну и, соответственно, натриевые либо калиевые соли растительных масел, ну и омыленные ещё масла. Безопасно ли пользоваться мылом? Мыло вообще всегда считалось эффективным очищающим средством, но момент такой, к сожалению, любое мыло разрушает и сушит кожу, в том числе из-за уровня, ещё раз повторяю, pH водородного показателя. Опять-таки, по поводу водородного показателя, мягкие павы, они существуют, и те павы, которые выбрала я для приготовления мыла, по pH он более щадящий, чем мыло обычно, и это был ключевым моментом, чтобы его использовать, потому что лучшего я не могла найти, да. И вот мыло, точнее, мягкий вот этот пав, оно признано безопасным при использовании даже в косметических продуктах, не подразумевающих смывание. А диапазон pH здесь составляет 4,5-6,5. А вот минимальный pH, может быть, у мыла с нуля порядка 7,5. Ну, это тоже нужно, можно самим проверить, пожалуйста, проверяйте. Я могу ошибаться, да, я могу что-то там, потому что информацию также, ну, как бы, нужно проверять, всем нужно проверять, да. А вот если специалисты бывают еще, знаете, понижают уровень pH молочной кислотой, например, в состав мыла, да, доводят. Но есть мнение, что мыло перестанет быть мылом, потому что пойдет другая химическая реакция в таком случае. Вот. Вернемся к каустической соде, которая называется, да, вот гидроксид натрия. Еще раз, это очень едкая щелочь, это сильное химическое основание. Я сейчас расскажу то, чего я не рассказывала в прошлом видео, потому что я не хотела раздавать видео, ну, длинным телом, да, только коротко. Телечка, здесь, понимаешь, какая штука, я, прости, немножко встряну, люди говорят о том, что в результате химических реакций там не остаются щелочи. Ну, понятно. А почему тогда неприятные ощущения на коже? Вот, вот ты понимаешь, здесь даже, может быть, не стоит так глубоко повторять информацию, просто натолкнуть на мысль, что когда мы проводим реакции, да, то есть вы должны понимать, что иногда бывает так, что общая масса, да, прошла в стадию реакции, но какая-то часть осталась в неизменном виде, который хватает для того, чтобы кожа пришла в засушенный вид. Ведь, посмотрите, если адаптация, мы знаем, да, что новое мыло берёшь, и кожа реагирует, потом она адаптируется, да, и кажется, вроде ничего этого нет. Так вот всегда мы ориентируемся по первому ощущению, вот когда ещё адаптации нет. А как для тебя это? Если хоть какое-то ощущение сухости есть, напряжение, да, вот ты берёшь по коже, она прям натянутая, она скрипящая, вот такая тяжёлая, да, состояние, как будто бы на ней можно там играть, как на струне. Вот это состояние уже стянутости однозначно говорит о том, что однозначно в мыле не всё так просто, как нам говорят. Я говорю сейчас о современном мыле, потому что многие мыловары, да, которые, опять же, адепты Григора сейчас вспыхнут, скажут, а что вы тут рассказываете? А вы проверьте сами. Просто дайте человеку, который к вашему мылу не имеет никакого отношения. И посмотрите состояние его кожи. Если стянутость есть, так может быть задаться вопросом, а всё ли так безопасно, как кажется. Потому что, ещё раз, знаете, когда берёшь какой-то продукт и вам пишут, например, значит, продукт производится на производстве, где перерабатывается соя там и тра-та-та. То есть следы могут быть, да, каких-то там глютена, сои там ещё там чего-нибудь, да. Я о следах говорю. Но раз орган чувствительный, даже следов достаточно для того, чтобы включилась вот эта история неприятия и стянутости кожи. Вот о чём мы пытались сказать. Потому что с точки зрения химии вам очень красиво всё распишут, что действительно прошли химические реакции, и там ничего этого нет. но по факту-то есть. Понимаете, какая штука? Ну, не обманешь человеческий организм. Он может адаптироваться, он может действительно кожу настроить на то, что сразу же после помывки такого, таким средством нужно сделать так, чтобы восстановился липидный слой. И это будет быстро наступать, потому что мы регулируемая система, мы подстраиваемся под те условия, которые есть. Поэтому, конечно, я подозреваю, что нужно будет ещё раз озвучить, что это такое. Но люди-то имели в виду, что там реакции-то прошли, якобы там этого всего нет. Нет, это есть следы, остаются. И пусть нам не заливают, как говорится, в оба уха, что это такая безопасная история. Нет. Иначе у нас было бы прям одно блаженство. Помол со мылом и сияешь. Юлечка, возвращаю тебе славу. Ну, ещё вот хочется вспомнить, что в природе продукт этот не встречается. То есть его для нужд... Кстати, я обнаружила, что в пищевой промышленности он используется как пищевая добавка Е524. И мне на память пришло то, что у нас же соль тоже добавляют, цианид. Вот это я тоже вспомнила. Да, а вот для нужд пищевой и косметической отрасли, ну, также и медицины, фармацевтики, вот эту добавку Е524, это одно и то же вещество на самом деле, получают электрохимическим способом. И способ этот основан на электролизе с асбестовыми, полимерными или ртутными катодами водных растворов користого натра. И вот этот метод позволяет получить добавку Е524 высокой степени очистки. Интернет пишет, что биохимическая польза для организма пищевая добавка не представляет. Вот, кстати, да, ну, вот представляете, да, вот в пищевой промышленности даже вот это вот все тело подтипает. А вот свойство каустика, еще раз, да, он токсичный, он ядовит, в твердом виде интенсивно впитывает влагу из атмосферы. Мелкая пыль, которая может летать в воздухе, опасна для органов дыхания, в жидком виде летучий, то есть если его растворить в воде, он легко испаряется. Денушка, я прощу прощения, что мне приходится повторять, потому что следующая мысль, почему я этого не делаю, почему мы с тобой не обучаем, она должна будет плавно вытекать из того, что вот я сейчас озвучу. В жидком виде летучий, то есть если его растворить в воде, он легко испаряется, и это опасно для органов дыхания. Нагревание может привести к взрыву, очень активно разъедает органику, кожу, волосы, бумагу, ткани, разрушает мягкие металлы, такие как алюминий, цинк, олова и их сплавы, разрушает фарфор и стекло, относятся к веществам второго класса опасности. Вы понимаете, насколько вообще это опасно, да? Второй класс опасности. Чтобы вы понимали, у нас всего существует пять классов опасности. Да, мне показалось, что картинка зависла. Так, и безопасный – это первый класс. Пятый, точнее, безопасный – это пятый класс, да, а самый опасный – это первый класс. Вы представляете, да? Второй класс опасности. И вот, и представляете, мне, если учить варить людей мыло, да, по всей науке, то нужно будет реально у них принимать фактический экзамен на усвоение информации техники безопасности и работу с токсичными материалами, где гарантия, что в результате приготовления такого мыла никто по незнанию или по неосторожности не пострадает. Мне такая ответственность, простите, не нужна. Вот именно в том числе и по этой причине я такого давать не буду. Тут ещё видишь, какая штука. Сторонники мыла с нуля, да, они говорят, что ноль – это когда ты с щёлоком, с щёлоком начинаешь. Знаешь, какая штука. То есть вот для них ноль – это не каустическая соль. Ноль – это когда у тебя дровишки лежат во дворе, и ты вот с этого всего начинаешь. Но с одной стороны, с этим можно согласиться, с другой стороны, было изначально озвучено, что если вы понимаете, что у вас есть печь, если у вас достаточное количество золы, золы, из которой, ну, кто не знает, да, как щёлок добывается. Вот, соответственно, зола – исходный материал. И вот вы, собственно, из этой золы добываете, начинаете всё это делать. Пожалуйста, ваше право. Но если какой-то ингредиент является покупным, да, то есть вы где-то его берёте, и он вот такой по степени токсичности и опасности, ну, тут какое мыло с нуля? Ну, как его можно с нуля назвать-то? Поэтому, естественно, для того, чтобы предотвратить различного плана травматизации, мы не даём этот материал. Вы услышали, что мы имеем в виду? Потому что я уже, знаете, вот я прочитала, я огорчилась, думаю, и вот на моей странице есть люди, которые не слышат, что мы говорим. Мы разве сказали слово «щёлок» хоть раз? Или мы сказали о том, что в традиции нашей не должно быть такого формата мыловарения? Да слова мы этого не сказали. Говорили о каустической соли. И взвелись те, кто не умеет слышать. Я предупреждаю сразу, что на моих страницах люди, которые слышат, что мы говорим. Если люди слышать не будут, значит, им на моей странице делать нечего. Ну, не потому что я коварная и критику не люблю, но просто смысл припираться на пустых вещах, если это не говорилось. И, знаете, я так понимаю, что таким образом расшатывается вообще психика. Когда ты слышишь одно, понимаешь другое, значит, изрекаешь ещё третье. Вот у нас нет задачи чью-либо психику расшатывать. Поэтому мы будем осторожно давать информацию, чтобы мозг наконец-то стал включаться. Но те, кто слышать не будет, конечно, будут выпроваживаться лично с моих каналов. Ну, вот так. Чтобы у нас не было пространных видео, потому что приходится ещё раз, начиная сначала опять записывать, опять объяснять, примерно ту же самую информацию давать, для того, чтобы мозг начал работать и всё-таки включился. Но это как бы моё дополнение, потому что я понимаю, что ни у меня, ни у Юли нет такого количества свободного времени, чтобы из раза в раз давать одну и ту же информацию. Юлечка, возвращаю тебе слово. Да, по поводу свободного времени ты просто его вырываешь на свободное время, чтобы записать такие... Чтобы вы понимали, Юля живёт во Владивостоке, а у неё сейчас с полвторого ночи. Причём двое маленьких деток дома, да, супруга, она вот сидит со мной и записывает просто для того, чтобы не слышащие, а глухшие, наконец-то услышали, что мы пытаемся сказать. Ну, шутка ли, да, но... Ну, представляете, вот такое средство, если попадёт на тело, да, получается химический ожог, вплоть до ясла, экзема. И я реально знаю мастеров, которые получили такие ожоги от каустыка, и до полугода, на протяжении полугода у них эти ожоги не заживали. Это что за средство такое? Ну, а разве оно может быть безопасным? Ну, как можно, я не знаю, это опасное вещество, и это не я придумала, это по техническим, господи, по ТУ, да, техническим условиям, там всё прописано. Вот, и то, что можно вдохнуть, да, и отравиться, и можно себе зрение лишиться, если оно попадёт в глаза куда-то, да, ожог ткани роговицы получить вплоть до необратимой потери зрения. Ну, да, понятно, что нужно знать технику безопасности, да, понятно, что нужно правильно одеваться, да, когда ты работаешь с этими, там написали, нужно типа технику безопасности соблюдать, но реально там нужна конкретная защита, работать нужно, во-первых, в очках, в респираторе, в перчатках, в палате, в фартуке, причём содержащем резину. Строго соблюдать рецептуру и хранить, естественно, в недоступном для детей месте. Да, при взаимодействии с кислотой происходит нейтрализация с свойством каустика, но до этого момента он является ядом и небезопасен при работе с ним. Именно по этой причине я не варю мыло, ещё раз повторяю, да, и не буду этому учить наших учениц, дабы не подвергать их здоровью, здоровью их семьи опасности. То, что я, ещё раз повторяю, я интуитивно чувствую, что мне оно не подходит, и мыло, и, ну, как бы, вообще даже по этическим соображениям, чисто вот я про себя говорю, да, я не имею права предлагать людям то, что вредно мне. Я же не враг самой себе, да, потому что прилетит мне, прежде всего, за это. И ещё один важный момент, потому что я прекрасно понимаю, что большинство наших солёных учениц не имеют отдельного помещения для мыловарения. И не каждый имеет возможность варить мыло на открытом воздухе. А кухня – это реально не лучшее место для мыловарения. А если в доме есть ещё и малые дети или домашние животные, которые могут пострадать от этой щёлочи, которая может быть незаметно где-то просыпана, да, или кем-то, кто случайно зайдёт на кухню, кто-то вдохнёт эти пары. Вы представляете вообще, насколько это опасно, насколько это реально просто... Люди, видать, недопонимают, насколько серьёзные вещи, которыми они занимаются. И я, ну, можем предположить, что не у каждого есть отдельное помещение для того, чтобы заниматься этим ремеслом. Да, у меня, несмотря на то, что у меня есть это отдельное помещение, где у меня организовано моё рабочее пространство, тем не менее, ну, я не собираюсь говорить много, ну, да, потому что я реально понимаю, что от случаяностей никто не застрахован. Тем более, если... Ну, ладно, я про систему говорить не буду. И вот когда ты работаешь с такими ядовитыми вещами, эти случайности могут стоить здоровья и красоты. А у нас, простите, курс про естественную красоту. Про естественную красоту. И вы можете реально меня критиковать сколько угодно долго, но я не пользуюсь мылом, приготовленным традиционным способом. У меня есть моё мыло. Я теперь тоже им не пользуюсь. Ну, конечно же, да. Да, вся моя семья теперь этим всем не пользуется. Так интересно. Но у меня уже дома эстеты, им самое главное, чтобы красиво было. Поэтому Юле зачёт за то, что она всегда всё очень красиво оформляет, честно скажу. Есть желание у всех моих домочадцев этим пользоваться. Юлечка, прости, опять вставила свои. Да. Значит, про каустек я рассказала, да, ещё там был какой-то комментарий гневный, да, по поводу, ой, боже мой, он как называется. Сказали, что медики не моют руки. Мылом. Я, конечно, слушайте, глаз у меня, конечно, сильно глаза расширились от такого. Хотелось бы узнать, откуда такая информация, да, если этот человек медицинский работник, если реально он, его не учили мыть руки мылом, ну, это под вопросом большим, да. Ну, там больше говорят о том, что не мылом, а химическим, как бы, как сказать, химией, короче, которую выдают. Это понятно, что после мыла медик должен ещё антисептиком воспользоваться. Это понятно. Но конкретно, да, тот же человек, который обвинил нас в агрессивной рекламе, не знаю, там, фамилию, имя, это стоит называть, не стоит, она не стоит. Не, не, а зачем? Нет, конечно. Да, ну, просто хотелось у неё спросить, да, откуда у неё такая информация, и, может быть, она нам расскажет, может быть, действительно чего-то, я не знаю, потому что как это не моют руки с мылом, да, а чем они их моют? Ну, не антисептиком же они их моют, да? Ну, то есть, либо я плохо училась, либо я что-то там проспала, не знаю. Я напоминаю, что Юлия медик, причём не просто медик, а акушер, и там попробуй ручки, не помой, 200 раз помойшь, и 200 раз дезинфицируешь, это понятно. И вот я хочу просто сослаться на документ, когда вообще для кого он был, да, создан, называются методические указания, МУ, да, сокращённо, номер 3, 5, 1, 3, 3.5.1.3674-20, обеззараживание рук медицинских работников и кожных покровов пациентов при оказании медицинской помощи, там дата ещё выпуска этого документа. В частности, есть приложение номер 5, к этому МУ, алгоритм мытья рук мылом и водой. И, соответственно, нас учили, как конкретно мыть, то есть это не просто вот в ручке так вот помыть, там конкретно каждый пальчик, там конкретно вот эти вот все моменты ты должен сделать по нескольку раз, там целый алгоритм, каким образом мы мылом моем руки, перед тем, как обработать антисептиком, понимаете, и это всё прописано в приложении, 5 к этому МУ, под номером, который я уже озвучила. И там этих пунктов, аж 9, точнее даже, ну, на самом деле, очень много пунктов, ну, кстати, всех алгоритмов, 12, 12 пунктов, которые мы должны проделать. Можешь себе представить, да, то есть мы учились этому, это не просто так вот так вот, как мы моем, это реально этому мы учились, и говорить то, что медики не моют руки, это какая-то дискредитация медицинских работников, если вы являетесь медиком, ну, это если бы так. Понятно, что мне задают вопросы про то, использовались ли животные жиры в приготовлении моего мыла. Нет, конечно же, только растительный. Я очень бережно отношусь к себе, бережно отношусь к природе, я не нарушаю никаких законов ни в физическом мире, ни в тонком плане. Именно поэтому я считаю, что это наша техника безопасности на нахождение здесь, в этом мире. Если мы не нарушаем законы, значит, мы неуязвимы. Ну, это вот мое такое мнение. Как только у нас появляются крючки, ну, в таком, да, понимании, как принято говорить, ошибки, нарушения законов, нас можно просто привлечь по всей строгости, и мы можем получить очень больно во всех смыслах. Ну, тут я соглашусь, потому что сколько уже было сказано по поводу того, что ешь ты, ешь тебя, едят тебя. Ну, тут просто я всё время говорю о том, что у нас есть прекрасные параллельные цивилизации, которые не гнушаются, как говорится, людьми во всех смыслах этого выражения, а почему, потому что, ещё раз, как оокнется, так и окликнется, это хорошее, есть наше выражение, которое заикарено во всех парадигмах, во всех смыслах, во всех традициях, то есть, если ты ешь кого-то, то едят и тебя, но это к вопросу о гельминтах, к вопросу о паразитах, к вопросу о том, что у нас, извините, богохульство различного плана внедрено на уровне питания, собственно говоря, если мы моемся чем-то, что содержит животные, жиры, но будьте готовы к тому, что начнут есть вас. Но это я не потому, что я пугаю, это потому, что мир, он построен по принципу, что излучаешь, что и получаешь. Но помните, как оокнется, так и окликнется. Если ты что-то производишь, какое-то действие, ты будь готов к тому, что придет спрос, да, а что, собственно, ты готов отдать за то, что ты используешь мир вот так. Именно используешь. Не излучаешь добро и праведные какие-то истории, а именно используешь. Поэтому вот такая история. Елочка, есть что добавить или будем закругляться? Ну, я, конечно же, хотела напомнить еще о том, что в нацистской Германии это документ, да, это документы, которые можно проверить. Мы все знаем, что из кого варилось было, да, и мы это все можем вспомнить. И больные люди периодически в истории встречаются, которые всякой вот этой дурнотой занимаются. Но хочется еще сказать, да, ну, не знаю, не стоит, наверное, да, перечислять вот эти химические вещества. И так все понятно. Люди, в принципе, грамотные могут состав этот прочитать и сами посмотреть, насколько. Мы уже в одном из видео, по-моему, разбирали. Да, было дело. Пожалуйста, смотрите, да, пересматривайте, записывайте и просто сверяйтесь, есть ли в этом мылю или нет этих веществ, которые вызывают онкологию, вызывают аллергические дерматиты или там различные реакции нехорошие. Пожалуйста, все можно проверить. Если вы уже начали думать, да, если вы уже готовы эту информацию принять, вы легко ее сможете расшифровать. Даже там хоть каким-то там супер-мега-мелким шрифтом будет написано, вы возьмете это увеличительное стекло и прочитаете, запишите, переведете и найдете в интернете, что это и поймете, что это. Ну, давай так. Еще раз, я много раз уже говорила о том, что система никогда не дозволит нам иметь что-то благостное. Она только мусор нам оставляет. И вот этот мусор, он разложен по полкам гибель маркетов, да, и, соответственно, у нас как будто бы выбора нет. Выбор есть всегда. Но будем верить в то, что все случится хорошо. У меня на заднем фоне уже фантасмагория начинается. Все, наверное, слышат. Но я просто хочу добавить, что каждый раз, когда мы соглашаемся на выбор без выбора, наша жизнь, она теряет смысл. Когда мы выбираем действительно именно то, что нам нужно, то есть имея настоящий выбор, вот тогда у жизни есть продолжение. Но будем верить, что люди за продолжение жизни будут выбирать лучше, а не соглашаться на ширпотреб, который, собственно говоря, приводит к онкологии, болям различного плана, систематическим в разных органах, расшатыванию эндокринной системы, отравлению крови и головного мозга в частности. Но будем верить, что жизнь, она создана для жизни, а не для того, чтобы справляться, реабилитироваться и каким-то образом стараться выжить. Мы не для выживания сюда пришли, а для жизни, человеческой жизни. На сегодня всё, да, Юлечка, будем прощаться? Да. На сегодня всё, мои хорошие. Пусть у вас всё ладится и согласие станет нормой вашей жизни. Я верю и надеюсь на то, что слышащих станет больше на моих каналах, ведающих тем более. Пусть всё самое доброе случится в вашей жизни. На сегодня всё. Всего доброго. До свидания. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова